Всем привет, мои дорогие! С вами Таурус, и мы сейчас совсем скоро начнем с вами проходить эпизод третий, под названием «В долгий путь». Ну, понятно чего. Игрушки The Walking Dead. Я это записываю в тот же самый день, когда прошел полностью весь второй эпизод, то есть 15 марта, в субботу. Я просто не могу оторваться. Честно говоря, я после этой игры не могу играть ни в какую другую. Это нечто. Это просто явления, которых мало. За прошлый эпизод мы увидели очень много ужасных вещей. Клементина увидела много ужасных вещей. Дака чуть не убили. Это очень страшно. Это очень страшно. Даже мы в чем-то стали жестче. Мы видели конфликты. Мы сами были участниками этих конфликтов. Мы видели какие-то ужасные вещи. Просто ужасные. Мы совершали такие поступки, которые совершенно не нравятся. Но их нужно было совершить. В стороне не останешься. Если мы хотим жить, нам надо держаться друг друга. Нам надо совершать плохие поступки. Не всегда хорошие. Но по-другому никак. Нам надо жить, надо к этому привыкать. И мне кажется, с каждым новым эпизодом мы все глубже в пучине этого безумства. Это ужасно, но это интересно. Это несомненно так. Поэтому давайте начнем эпизод третий. Наверное, за сегодня я полностью его не пройду. Потому что это будет слишком длинно для меня. Но пока я просто не могу оторваться от игры. Мне очень жаль, когда она закончится. Как же все изменилось с тех пор, как мы свалили с этой фермы. С фермы каннибалов. Как же все могло измениться. Давайте посмотрим. Мы трейлер, в принципе, видели с вами. Ну вот, давайте вспомним. Попробуйте! Мы уничтожили! Я хочу знать, почему ты думаешь, что привести больше мальчиков, чтобы питать, была хорошая идея. Ты был хорошим для меня и моей семьи. Ты спасла Даку от этих монстров. И ты стоялся к Лэри в магазине. Я не заберу это. Никто не пытается выстрелить тебя от ничего. Эти выглядят как люди, которые разрушили мою карму. Тихо, ты параноидный. Блин! Ты рассказывал кому-то, кто ты был? Или что ты были связаны к этому месту? Да, правильно. Я знаю, кто ты. И я знаю, что ты был уничтожен. Он не мертв! Кто-то помогает мне! Давай, мы знаем, что этот парень не будет. Ты смотришь! Что ты? Это был ужасный момент. Сумасшедшая женщина просто. Мне даже показалось, что она, ну не знаю, это так или нет, что она Клементину считает своей дочкой. Она ж не может быть на самом деле её матерью, я не думаю. Нет, 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 она бы сказала. Тем более она про другую дочку говорили, которую у неё как бы отняли. Нет, это совсем другой случай, просто женщина съехала с катушек. Это тяжело. Новая история, совсем новая. Что может она нам предложить? Ну мы в Мэйконе, да, знакомые улицы. Только что мы здесь ищем. Инструменты, Тима. Мы вообще хотели на побережье поехать, если уж на то пошло, хотя можно и в отеле оставаться, но... Здорово, если бы мы в той ферме остались. Блин, у неё до сих пор ранения. Блин, а я не знаю. Мы должны идти. Мотелы ведут свой курс, и это не безопасно. Ну, это так. Ну, это то, что ты думаешь. Ты, наверное, должен, наверное, разговаривать. Лили уже встала. Может, действительно стоит переехать. За нами следили. Это не безопасное место. Там бандиты рядом, совсем рядом. Съехали. За лекарствами приехали сюда. Пришли. Да, если бы можно было на той ферме жить. Ты в порядке? А мы много раз уже, да, сюда ездили. Так, хорошо, давайте осмотримся. Бочка. Хорошо, можем толкнуть джип, через него залезть, да? Наверное. Так, уже не раз делаешь, что-то что-то там. Так. Лебёдка. Хорошо, можно что-то с ней сделать. Лили не делает так хорошо, да? Хватит нам напоминать, потому что. Кенни! Не имей совесть. Ты тоже не идеален далеко. Это было поспешное решение убить Ларри, я до сих пор в этом уверен. И, кстати, друзья, естественно, я не успею прочитать ваши комментарии ко второму эпизоду. Ваши мысли, поэтому... Поэтому не успею на них отреагировать, если вы там пожелание какое-то или ещё что-то у вас было. Зря он убил Ларри, мне так кажется. Могли, наверное, спасти. Чёрт узнает. Кнопка. Вот так вот мы его и подгоним. Могли, что-то с тобой, что уговорили, чтобы взять эту вещь из стационарного двигателя? Я думаю, что она понимает. Я надеюсь, что так. Не так, как мы имели много выборов. Мы совершили много плохих поступков, но они нужны были. Это меньшее из зол. Пока что я в этом уверен. Я сделал получасовой отдых между эпизодами, между записью. Пока что я уверен, что, в общем-то, несмотря на то, что надо было решаться быстро и определяться, весь тот ужас, который происходил, и все те решения, которые мы поспешно приняли, в принципе, в большинстве своём они правильные. Смотрите, просто вертолёт упал. Обалдеть. А военный, действительно. Никто не пытался, как-то... Не знаю. Мы ничего не знаем о том, как живёт мир. Ничего. Мы просто сами живём нашей маленькой группой, которая стала меньше. Тук спросил о том, кто на фармах Хершелл. Серьезно? Я не уверен, что он его ухудшил. Конечно, он ухудшил. Это была страшная ситуация для Шоан, и все. Я просто боялся, что он всегда думает, что это его fault. Давай руку. Ли, я все равно. Я уже получил это. Дай мне твою руку. Сколько времени вообще прошло? Я думаю, не так и много. Сидеть! Ты сейчас сознание бы потерял. Что-то, Кенни, не очень хреново, да? Опа! Вот и первое событие в этом эпизоде. Иди сюда! О, Господи! О, Господи! Что это? Что это такое? Уолкер? Уолкеры все стреляют, да? Господи, я не думаю, что это так. Это девушка. Мы должны помочь. Мы должны помочь. Давай стрелять. Мы должны сделать что-то. Давай стрелять. Ай-яй-яй, все, укусили. Все, поздно. Поздно. Надо стрелять. Пусть ее отсюда. Я не знаю, что мы здесь. Что ты имеешь? Я имею в виду, что мы ее живем. Кенни, пошел нахер. Прошу прощения за мой французский. Блин, сколько кошмарных событий в этом мире. Это просто. Кенни, ты сам становишься таким ублюдком, которых ненавидел сам когда-то. Да, привлекли внимание. Ничего, залазим наверх. Что, смотри, как ее жрут заживо. Ну тебе нахрен. Кенни, не будь ублюдком, правда. Он себя еще и правым считает во всем. Это мне не нравится. Бедная девушка, капец. Да самое аптека. У меня нет много времени. Берем все, что ты можешь из этих раков. Не забудьте забыть, что это за каунтером. Я открылся здесь, а потом мы должны идти. Даже ностальгия небольшая по этому месту. Это магазин родителей его. Так, у нас мало времени. Берем все, что можем ухватить. Интересно, кстати, очень. Событие такое. Так, пошли дальше. Обшариваем, обшариваем. Давай, давай, давай. Таблетки. Что здесь? Берем нафиг все. Я не знаю. Это мало, может быть. Дальше, 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 дальше. Идем дальше. Бинты. Да, я понимаю. Еще успеем что-то или нет? Похоже, нет. А, успеем. Нет, не успеем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это очень плохо. Конечно, если бы мы эту девушку не застрелили, то у нас было бы больше времени собрать все. Кенни, что ты стоишь, мать твою? Ты что стоишь, Кенни? Что холодильник? Где холодильник? Толкаем. Да, пожалуй. Валим, 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 валим. Еще один, мразь. Военный. Посмотрите, это военный. Да я же не могу его ударить. Я жму. И не могу. Жму и не могу. Ё-моё. Что за хрень? А, он далеко еще был, да? недостаточно близко. Да ладно! Что я мог сделать? Так, а мы успеем еще что взять? Да нет, не успеем. Ладно, тогда перематываем. Я немножечко не пойму, что я сделал не так, потому что я делал все так. Еще Кенни стоит и смотрит. Он какой-то непонятный. Мне кажется, он старается все делать правильно, но не всегда у него у самого это получается. Так ведь? Что делать с тем военным? Я просто не понимаю, честно. Давайте просто, да, подходить от него. Двигаем, двигаем, двигаем. Ну же. Я в прошлый раз точно так же поступил. Сейчас получилось два-разовый удар. Все, уже лучше. Правда ведь? О, прямо на штыри у нас садили. Военно, они здесь были. Боже, ну какой ужас, да? Так, валим отсюда. Кенни, что с тобой? Ты всегда был хорошим парнем. Хотя, вы знаете, он и в первый раз Шону даже не пытался помочь. В самом первом эпизоде. Так, мы снова в отеле. Нас обстреливали? Это же бандита, да? Или мы этого еще не видели? Я не знаю. Нет, нас это не удивляет, кажется. Шон караулит. Хорошо, что мы его взяли все-таки. Клем, детка. Ещё бы. Красиво. Бруклин. Какая-то, что вы взяли все-таки. Какая-то, что вы взяли все-таки. Может быть, вы можете оставить сигнал, что говорят, что мужчины идут, и прийдите наши женщины и ребенка. Ха. Так, что вы взяли? Просто, что осталось. Что было много, в самом деле. Посмотрите. Я действительно много собрал. Мы все хорошо, по-моему. Добрый работа. Это будет продолжать нас идти. Если мы продолжаем так, то мы сможем через венера здесь. Венера? Мы будем отбирать наши дни здесь. Потому что пилить в ровно с тобой, после того, что ты сделал моего папа, это очень полезно. Почему бы это было? Ты знаешь, я сделаю, что нужно, чтобы оставить всех в безопасности. Мы уже в безопасности. Посмотрите на стены, Лили. Это не краффити. Это бомбардеры. Я не знаю, что ты видишь. Мы не имеем вещества пилить варенера, чтобы пилить в бомбардеры. И это все, помимо того, что Макон бусит на стены с Волкер. Мы делаем что-то лучше для детей. Это не смешно? Это убийство везде. Мы умерем здесь. Ты прав. Ты можешь видеть кого-то спать и убить одного из нас. Мы снова, да? Мы можем, Карли. Не босс людей вокруг. Я извиняюсь. Мы сильные вместе. Я знаю, что ты думаешь, что я на ее стороне. Вот-вот. Что касается ежедневной ситуации? Что касается защиты? Что касается, когда этот дом падает? Кто-то должен думать о этой штуке. Как это не работает? Мы все, что нужно. Потому что я, Лили. Нет. Потому что Лили знает, как обучать людей. Не только о том. Мы получили много еды от этого стены. Мы не можем просто держать наши пальцы на стены. Все, что происходит к нам, Слушай, Кенни. Постыдился бы вспоминать вообще. Кенни, рот закрой. Кенни, ты такой мразью становишься. Она живая еще была. Кто-то крадет припасы? Это уже интереснее становится. Кенни, замолчи, пожалуйста. А что нет? За что спасибо? Тебе тоже говорили спасибо, когда было за что. И ты нам говорил спасибо, когда было за что. Но не сейчас. Ты можешь сказать так. Ну, я думаю, что ты делала хорошо сегодня. И я думаю, что я думаю, что в последние дни... Спасибо. Спасибо. Она нас по щеке погладила. Я не хочу видеть ее параноидно. И я хочу поговорить, когда у тебя есть минуту. В общем-то, что я хочу сказать. Такая посмотрела загадочная. Что я хочу сказать. Мне кажется, что группа начинает распадаться. В сериале была та же самая хрень. Разные интересы. Разные взгляды на ситуацию. Ну, мать вашу. Я никогда не одобрю то, что сделал Кенни. То, что он говорит. То, что он утверждает. У него... Самое главное, что у него даже нет сомнений. Вы помните, как ему мучила совесть, когда Шон погиб? Он себе места не находил. Это действительно так. Но как он изменился сейчас? Это все мир такой сделал из него это. Угрозы. Угроз сына. Угроз жене, которую в заложнике просто Бренда захватила. Понять все это можно. Понять все это можно. Но нужно оставаться человеком. Нужно брать себя в руки. Думать. Думать. Не знаю. Просто если мы станем такими же, как эти бандиты. То это приведет к тупику. Это уже не жизнь. Так что то, что мы припасы с машины забрали. Это, блин, самое меньшее, что мы могли сделать. Это нормально. Как вообще Клементина мне интересно, после всего этого. Хей, Ли. Что ты работаешь на, Клем? Это называется лив-раббинг. Моя учитель, мисс Мор, показала нам, как это делать, когда мы ездили в Ботаникал-гардене. Я так тоже в детстве делал. Видите? Это же самое. Ум, ну, как-то. А, перерисовывала листик. Я сделаю один для тебя, тоже. Давай. Я так с монетками делал раньше. Что-то мне кажется, что этот эпизод будет посвящен нашему переезду. Мы и в предыдущем эпизоде хотели об этом подумать, переехать на ту ферму. Там же все хорошо было. Я, блин, не знаю. Я не знаю, как лучше. Это место... Да, здесь опасно. За нами следили. Рядом околачиваются бандиты. Но неужели не опасно? Да, дальше. Самое хреновое, это неизвестность. Понятно, что эти решения обдумываются. Мне сейчас нужно принимать решения буквально за минуты. Ну, и я все-таки в игру играю, а не в реальной жизни. Хотя, если честно, такой эффект внедрения в игру я нигде не испытывал. Ну, вот что будет в дороге, мы не знаем. Здесь хотя бы... Мы знаем, что нас ждет. У нас есть еда, у нас есть ночлег. Это наше место. Мы уже обжили его. Мы знаем, что к чему. Там будет непонятно. Там колеса спущены, нет? Ладно. Вот что, неужели не надо было брать парня с собой? Ларри больше нету. То есть... Конфликтов, по идее, могло бы стать меньше. Но, мне кажется, Лили в такую депрессию себя вогнала. Ее понять можно. Она сильная женщина. Она очень сильная женщина. Возможно, вообще сильнейший человек из здесь всех присутствующих. Но... Я вижу просто ее состояние сейчас. Она сейчас даже не особо уже хочет решение принимать и быть лидером. Она просто, не знаю, сама по себе. Ей все равно на сплоченность группы, я так думаю. Просто в депрессии. Да сейчас у всех такое состояние. Эй, Бен. Что ж, Ли? Ну, я рад, что мы парня взяли с собой. Ты видел что-то странное на сплочке? Есть ли кто-то там, кто-то на что-то? Нет. Очень спокойно. Очень? Да, абсолютно. Это хорошо. Скажи мне, пожалуйста, это не был на стрёме, когда вот эта вся женщина сумасшедшая снимала на камеру? По-моему, не был, да? Ты ever come down here to Macon much? I didn't have much reason to. My parents would let me take the car into the city on the weekend. But what's in Macon? It's kind of a waste of time compared to Atlanta. I grew up in Macon. Oh. I didn't mean to say it's crappy or anything. It's super nice. I mean, not now, but I bet it was. Is... What do you think about Lily? She scares the crap out of me. That's a reasonable thing to feel. I'm just worried, she's going to snap. Talk to you later, Ben. Bye. О чём я и говорю, она ломается. После смерти отца. Просто я понимаю, какой у неё отец и как он её воспитывал, да? И какой она выросла. В чём-то похожей на него. Детишки рисовали. Но с каждым днём становится всё хуже. Со всеми. С детьми, которые перестают улыбаться. Кенни, который просто дичает. На глазах. Катя, ты права, в принципе. Как бы в результате очередной ссоры кто-то не захотел им воспользоваться. Ну ладно, лучше пусть у каждого, конечно, будет. Но, знаете, все попытки единения, все какие-то фразы, побуждающие действовать соодно, сообща, мне кажется, это уже пустое. Не знаю. Да всё всё равно хуже. Да мы все тут уже одна семья. Пора бы к этому привыкнуть. Таким нервным стал Кенни за последнее время. Таким нервным. Так, ну что, я думаю, пора бы зайти к Лиле. Бляха-муха. Я просто сам не знаю, как будет лучше. На 65% я бы хотел здесь остаться. На 45% или даже на 48% где-то. Я бы хотел уехать. Клементина уехать хочет. Я просто принял нейтральное решение, как подумать, где будет лучше детям. Так, ну-ка, с Карли потом, наверное, пообщаемся. Давайте к Лиле сходим. Ещё немножко сейчас поиграем. Будем, наверное, на этом заканчивать. Первую серию. Далее немножко времени отойти. Блин. Держись. Держись. Ты не можешь извинять. Ты пришел сюда, чтобы дать мне лиле, или чтобы коддлить меня? Я хотел бы подпишись на то, что ты говорила, о том, что уничтожили продукты. Ты знаешь, что происходит? Я не знаю. Я просто слышал, что ты говоришь. Другие вещи missing, и я могла использовать твою помощь. Есть трейдер. Кто-то, один из нас. И я не знаю. Кто-то, он, или они уже не берут. Ну я лили верю Мы нашли то, что в пустыне. Мы не вытаскиваем устройство, мы решим его. Ты только пытался избавиться от флешка, если ты используешь его, когда ты не должен. Окей, я немного покажу. Спасибо. Это мистерство. О, блин. С Даком мы вообще никогда не говорили практически. Глупый мальчик, честно говоря. Окей, ты Робин. Да. Я не знаю. Пойдем по кругу. Я не знаю, если вы найдете что-то странное. Надо его отвлечь игрой. Надо его отвлечь игрой, тогда он никому ничего не расскажет, мне так кажется. Хрен его знает. С Даком мы никогда не говорили, вообще его персонаж пока что не раскрыт. За все три эпизода. Если бы мы ему отказали в его просьбе о помощи, ну не просьбе, а приложении помощи, то могло бы чем-то закончиться это нехорошим. Мне так лично кажется. Только что у них заразные подсчеты. Почему у Ли подсчеты неправильные? Вот что мне интересно. Доказательства, доказательства, доказательства. На самом деле, вы видите к чему Кенни клонит? Настанет тот момент, когда каждый будет сам за себя. Кенни с самого начала заботился о своей семье, но если раньше он все-таки старался больше беспокоиться и о наших общих проблемах, то теперь он действительно зацикливается на семье. Это хорошо с его точки зрения, но не хорошо с точки зрения нашей большой общей семьи. Вот оттуда на нас смотрели. И могут даже сейчас наблюдать. Так легко стать параноиком. Я не думаю, что Лили параноид. Я не думаю об этом. Она действительно не в форме, но... Сами понимаете. Битое стекло. Раньше мы этого не видели. Есть какие-то шлифы на земле. Точно что. Детектив какой-то. Может это и хорошо, что Дак все как игру воспринимает, но блин. Он, по-моему, даже старше Клементины, но какой-то глуповатый. Зачем нам стек... А, это фонаря стекло. Хорошо. Метка какая-то или к чему это? Крест нарисованным мелом. Там. Там. Ну, понятно. Так. Метка. 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 Может быть. Что ты думаешь, это? Я не думаю, что это ничего. Может быть, это сигнал. Может быть. Это белый шлиф, что... странно. Хорошо. Вновь к исследованию. Вот точно, блин, делать нечего. Банально. Это Клементина нарисовала? То есть, намек на это? Он посмотрел на ее рисунок. Желтый мелок, да? А, там розовый мелок. А и солнце тоже, да? Здесь как-то непонятно. Розовый. Да, розовый мелок. И здесь, возможно, он таким же цветом. Он посмотрел на Клементину. Это не может просто быть коинцидентом. Не может же... Ребята! А не может Клементина не могла разбить этот фонарь? Просто потому, что ее... Ей не нравится, что это не наш фонарь, что мы его из машины забрали. Ну, в общем-то, как вариант. Точно, что расследование, да? Так, знаете что? Давайте сейчас поговорим с Карли. А дальнейшее расследование уже может быть... Потом. В следующей серии. Пора бы, конечно, заканчивать. Пора бы, конечно, заканчивать. Она думает, что заплаты уехали. В реальности? Есть еще несколько разрушительных устройств. Я посмотрел на это. Спасибо за это. Расстроенная такая. Расстроенная такая. Что я хотела сказать, что я много думала о тебе. Что? Ты убедительный убедитель. Карли! Господи! И я думаю, что люди должны знать. Не потому, что они удовлетворили тебя, а не потому, что ты плохой человек. Я думаю, что это против этого двух вещей. Но люди должны знать, что мы здесь стоим, и я не могу видеть, что Лили говорить о тебе, без думать, что это следующая вещь, которая будет говорить. Ты не должен рассказать всем, но подумай о том, кто ты веришь, и возьмите возможность, пока у вас есть. Я прав. Сейчас доверие нужно, как никогда. Я прав. Сейчас доверие нужно, как никогда. Наверное, я прав. Наверное, я прав. Хм. Какие мои люди знают? Ты абсолютно прав. Хорошо. Я думаю, что это для лучших. Я согласен. Я же говорил. Я благодарю за меня. Теперь. Есть еще что-то, что ты хочешь говорить? Али. Ты чувствуешь здесь безопасно? Покажи мне бассейн, с теплым поверхностями, с высокого уровня апартамента, и передай мне полноценный Малбек, и тогда я чувствую себя безопасно. Я не знаю, это место в порядке, но мы все знаем, что это может быть в любом случае. Я на самом деле не могу говорить. Ты реально думаешь, что люди готовы, чтобы слышать о мне? Это не то, что готовы или не. Нет никогда не будет здоровый год, но у вас будет много плохих. Но сейчас не кажется, как один из них. Но все другие. Кто знает, как каждый человек это выберет? Может быть, это стоит подумать, о чем ты хочешь сказать. Ты у меня есть? Я бы могу дать? Что? Клементин держит тебя? Так что ты не имеешь никакого? Нет, почему бы я? Ты, эээ... У тебя какие-то думания о Лиле? Я не волнуюсь о ней, это все. Она продолжает пытаться двигаться, но это просто не работает. Я буду рассмотреть на это. Хорошая идея. Полностью ли все она знает? И стоит ли вообще ей знать все? Да она ребенок, наверное. А кому я могу рассказать? Я могу только Кенни и его семье рассказать. И Кате. Кенни и Кате. Шон. Я его не знаю. По сюжету нас с ним как-то не особо познакомили. Так, ребят, давайте на этом заканчивать. Начало третьего эпизода более-менее спокойное, но... Вы знаете что? Это очень эмоциональное начало. Здесь мало экшена, но очень много психологии. И это несколько другое, чем было ранее. И, как по мне, это здорово. Игра разноплановая. Она дарит совершенно разные эмоции и разный опыт. Блин. Я не знаю. Эта игра живет своей жизнью. От нее можно ожидать все что угодно. Такое ощущение, что это реальные люди. Такое ощущение, что я это Ли. И я принимаю какие-то решения. Так, наверное, можно с ума сойти, но... Не знаю. Это шикарно. Это просто шикарно. Я не могу после этого какую-то другую игру назвать шедевром. Просто не могу. Даже хорошие игры. Не знаю. Это другой жанр. Вот и все. Это полуигра, полуфильм. И поэтому, наверное, лучше не сравнивать ее с играми, в которых важен в первую очередь геймплей. Спасибо за то, что смотрели, друзья. Надеюсь, вам было интересно. Возвращайтесь в следующей серии. Будем продолжать это расследование. Мне так хочется, чтобы мы все были едины. Посмотрим, получится это или нет. Продолжение следует... Возвращайтесь в следующую серию.